Салоны красоты и ломбарды работают. 175 торговых точек региона нарушили требования правительства. Они были открыты, несмотря на запреты. Со всех работников взяты объяснения, кому-то грозят штрафы. Работают ли сейчас бизнесмены? Сотрудники полиции и Роспотребнадзора выехали в рейд. Тему продолжит Евгения Бакина. Работают ли сейчас магазины? Проверить это решили сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Им поступил звонок, что точка на производственной 48 функционирует. Дверь магазина по продаже сельхозапчастей открыта. Зал с сигнальными лентами не огражден. А на товаре видны цены. Почему размещены ценники на витринах? То есть, соответственно, покупатель может сюда зайти, все рассмотреть. Представитель магазина заверил, розничной торговли не ведется. Здесь просто склад. Да и ценники выставлены не для покупателей, а для персонала. Ценники, по большому счету, для удобства, для быстроты, ответа там еще чего-то. То есть, это не розничный магазин. Это склад. По идее, у вас должен работать тогда только склад. Протокол осмотра составили, а также попросили торговый зал закрыть, что и сделали после сотрудники магазина. Представитель Роспотребнадзора Николай Сенцов разъяснил. Бизнесмены могут работать либо дистанционно, либо выдавать товар. Главное соблюдать дистанцию в полтора метра и не допускать скопления людей. Как это происходит в магазине на Луганское. Его тоже проверили, залы закрыты. Уже проверен. Все покупатели сидят в своих транспортных средствах. Выделено отдельное парковочное место, на которое заезжают не более, по-моему, 10 машин. За сутки сотрудники полиции выявили нарушения в 11 торговых точках. Работал ломбард на проспекте строителей 1А, а также салон сотовой связи. Блюстители порядка сами протокол составлять не могут. Материал дела они только направляют в Роспотребнадзор. И нарушителей немало. В марта по вчерашний день, 31 марта, по всей области у нас задокументировано таких нарушений 197. Из них только в городе Киры практически около 100 таких нарушений. В рейды выходят и сотрудники городадминистрации. Так, чиновники Первомайского района посетили магазин косметики на милицейской 29. На вопрос, почему работают продавцы, там сослались на внутреннее распоряжение федеральной сети. Но даже после их визита график не изменился. Он стандартный, об этом указано на объявлении. Также открыта дверь. За нарушение требований правительства региона бизнесменам грозят штрафы до 20 тысяч рублей, а также приостановление деятельности сроком до 90 суток. Сообщить о нарушениях Кировча не могут. В полицию, в Роспотребнадзор, а также в прокуратуру региона.